Ребятки, всем привет! Меня зовут Олег Логинов, школа Крейзи Сальса, и сегодня у нас с вами урок по румбе. По румбе, которая нам понадобится для сальсы. Зачем вообще нам нужна румба? Румба нам нужна для того, чтобы стильно танцевать сальсу, потому что всякие вот эти движения ручками, которые вы видите в танце сальса, они как раз взяты в основном из кубинского танца румба. Это не бальные танцы, это не бальная румба, а есть кубинская румба. Вот, собственно, сегодня мы ей и позанимаемся. Это даст вам пластику, это даст вам стилистику. Это интересно. Румбу можно танцевать и соло, и в паре. И мы с вами сегодня разберем, что происходит с ногами, то есть какие есть варианты базовых перемещений, как у нас работает корпус, разберемся с баунсом, который архиважен для румбы, и поговорим про ручки, какие варианты ручек у нас есть. В общем, все сделаем степ-бай-степ. Поехали! Первое, когда мы говорим про румбу, надо нужно разобраться именно с шагами. Что происходит у нас в ногах. Смотрите, я встану к вам спиной, чтобы вам было понятнее и виднее. Первый базовый шаг румбы выглядит следующим образом. Мы делаем шаг в сторону, вместе ножку, в сторону, вместе, в сторону, вместе, в сторону, вместе. Шаги все очень-очень маленькие, а размер одна стопа, как, собственно, у нас и в сазе. Ничего, в общем-то, не меняется. Это шаг на месте. Теперь, как мы можем с вами перемещаться из стороны в сторону. Один из вариантов, красивый, классный, интересный, выглядит следующим образом. Мы с вами колени разводим в стороны, собираем их, делаем шаг, выносим ножку прямую, ставим ее левую на пяточку и дальше подставляем ее к правой ноге. То есть колени вместе шагаю с правой ноги направо, дальше выпрямляю левую ножку, ставлю пятку, подставляю. Точно так же я могу перемещаться и в другую сторону, то есть могу перемещаться в обратную сторону. Давайте сделаем это. То есть я делаю, опять же, начиная с коленей, делаю шаг в сторону, выставляю правую ногу на пятку, подставляю ее колени, шаг, пятка, колени, шаг, пятка, колени, шаг, пятка. Теперь, как нам перемещаться из одной стороны в другую? Смотрите, мы будем использовать вот этот шаг на месте и перемещение направо и налево. Каким образом? Начинаю я, допустим, с шага на месте. Я делаю в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. И теперь смотрите, у меня сейчас свободная левая нога. Вы такие, как левая нога? Смотрите, вышли с правой ноги, подставляете правую ногу, встаете на нее, соответственно, свободная левая нога. И вот тогда, если у меня свободная левая нога, все логично, мы будем перемещаться налево. Перемещение начинается с вот этого движения. Колени, шаг, пятка, пум. Колени, шаг, пятка, пум. Я подставил правую ногу, значит я иду с левой. С левой сделаю меры движения на месте. Пам, на месте, пам, на месте, пам, на месте, пам. Если мне нужно перемещаться направо, в ту сторону, мне нужна правая нога. Сейчас она у меня занята, поэтому я сначала делаю шаг с левой ноги. Вот теперь у нас правая готовая. И теперь я делаю то же самое. Колени, шаг, пятка, пум. Колени, шаг, пятка, пум. Колени, шаг, пятка, пум. Попрактикуйте именно эти перемещения. Двигайтесь в одну, в другую сторону, на месте. И попробуйте разные вот эти вот варианты. Это с ногами. Первым пунктом мы разобрались. Теперь пункт номер два. Пункт номер два – это наш баунс. То есть в процессе вот этого движения нам нужно постоянно использовать пружинку, использовать баунс. В румбе баунс идет у нас именно вниз. Вниз, 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 вниз. По сути, мы просто расслабляем коленочки. Это абсолютно естественный баунс. Мы согнули, расслабили коленочки, пошли вниз. То есть это не баунс, как, допустим, в баальных танцах у нас идет там, когда мы идем вперед-назад, вперед-назад. Вот так вот, точнее, это движение именно вниз у нас идет. Будьте внимательны, это важно. Теперь мы этот баунс добавляем, собственно, на все, что мы делаем. То есть мы стояли, и теперь мы добавляем баунс. Баунс, баунс. Вниз и вниз. 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 Как это сделать на шагах из стороны в сторону, вы догадались. Теперь, как это сделать на перемещениях. Это хитрая важная вещь, поэтому давайте разбираться. Итак, когда вы делаете вот эту историю, когда вы вырастаете наверх, то есть баунс идет наверх, вы коленочки разводите в стороны. Когда идете вниз, вы их собираете. Когда вы вырастаете наверх, вы начинаете делать шаг. И на баунсе вниз вы делаете полноценный этот шаг. Дальше, когда вы выносите ножку, вы опять же вырастаете наверх. Когда собираете, вы уходите вниз. Еще раз. Наверх, образ, вниз. Я прям утрирую. Наверх, вниз, наверх, вниз. И там, и там, и там, и там, и там, и там. Баунс, 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 баунс. Если я хочу пойти в другую сторону, соответственно, я подобрал ногу, чтобы это сделать. Помните, что баунс у вас не наверх-вниз я делаю, да? Я этот баунс делаю практически на месте. То есть я это компенсирую коленями, я развожу их в стороны, я не прыгаю наверх-вниз. Сделаем в другую сторону. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Здесь еще очень важный секрет, не баунс, а в плане коленей. Что колени я достаточно широко развожу в стороны, чтобы, опять же, это движение хорошо у меня чисто просмотрелось. Итак, второй момент, который мы разобрали, это баунс. Идем с вами дальше. Третий момент, который архиважен в румбе, в перемещениях, это наш корпус. Что происходит с корпусом? Первое, что мы делаем, это грудная клетка. Она у нас открывается и закрывается. Открыли, закрыли, открыли, закрыли. Опять же, естественно, вперед, назад, вперед, назад. Не пытайтесь слишком много этого делать, да, то есть этого нет, это чуть-чуть. Вперед, назад, вперед, назад. Дальше. Второй момент, который у нас есть в корпусе, это небольшой такой кач. Олег, хип-хоперский такой, вперед, и 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 вперед. То есть два момента в корпусе. Это открытие и закрытие его, вперед-назад, и небольшой кач. Получается такая история. Тун-ту-турю и-ту-ду, 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 и-ту-ду. Теперь поговорим про четвертый важный момент, это наши ручки. Что происходит в наших с вами ручках? В руках есть четыре основных положения. Положение первое, базовое. Я вывожу в ручку вперед, убираю, вперед, убираю, вперед, убираю, вперед, убираю. В этом ракурсе, что я делаю? Я веду локоть и вывожу ее вперед. У меня руки все время в румбе округлые, то есть я никогда их экстренно не выпрямляю и сильно к себе не прижимаю и не сгибаю. Сиди меня все время в объеме. Вообще в румбе и в сальсе, собственно, у нас ручки все время находятся вот в этом объемной позиции. То есть у меня все время руки полусогнутые. У меня они экстренно не выпрямляются, не напрягаются кисти и так далее. Все очень такое релаксовое, расслабленное достаточно. Итак, это первый момент. Второй момент. Моя вторая рука держит штанину. Я как в одном из видео вам рассказывал, но в этом давайте напомним. Кубинцев по легенде, они ходят в штанах очень широких, объемных, чтобы опять же было максимально удобно, комфортно сесть на грядку, все это сделать, встать, убрать, чтобы ничего не мешало, не стягивало и так далее. То есть такие прям шаровары конкретные. И поскольку кубинцы, народ достаточно бедные, они вот эти штаны носили из поколения в поколение. То есть ребенок, потом там дедушка, бабушка, ну короче говоря, из поколения в поколение. Вы меня поняли. И поскольку штаны через время начинают как-то уже спадать, разнашиваться, поэтому они, чтобы штаны не спадали, они немножечко как бы так придерживают, 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 придерживают. То есть вот эта рука на самом деле возникла вот отсюда. Ну вот, все теперь как-то в голове сложилось, логично, да? Поэтому одна рука у нас придерживает штанину, держим за карман, за ремень, за футболку, не знаю, вот здесь, да? А вторая ручка, соответственно, у нас работает вот в этом дизайне. Одна держит, вторая работает. Одна держит, вторая работает. Вот базовое движение первое. Дальше идем. Второе базовое движение рук, это вот эта история. То есть когда мы одну ручку поднимаем наверх, а вторую держим здесь. Принцип тот же самый, да? То есть я веду локоть, локоть, моя кисть идет по моей правой стороне и поднимается в диагональку наверх. Опять же, я не выпрямляю специально кисть, руку, ничего не выпрямляю, я веду ее достаточно мягко, расслабленно, и в конце так могу немножечко небрежное такое, типа, знаете, отвали, отстань, отвали и сделайте вот такое вот движение. Тогда получается очень стильно и классно это движение. Итак, па-ба-бамс, па-ба-бамс, потренируйте через сторону, выпрямляйте. Не прижимайте сильно кисть к себе, ни экстренно не выпрямляйте ее вот туда. Вот получается такой вариантик. Это номер два. Вариант движения номер три в руках, это у нас вот такое вот движение. Ту-ду-думс, ту-ду-думс, ту-ду-думс. То есть, что я делаю? Я поднимаю ручку, веду кисть в запястье за голову, погибаю свою голову через назад, кисть моя абсолютно расслабленная, то есть она такая мягенько расслабленная, вот, и ручку я веду вперед к себе. Левая та же самая история. Поднимаю, веду за голову, вокруг себя и веду к себе. Та-да-да-да-дам, тарам, та-да-да-да-дам, тарам. Как правило, вторая рука в этот момент уходит немножечко за спинку. То есть я кисть вторая еще за спину, но локоть, смотрите, он у меня стоит в стороне. Тоже очень важно. То есть, опять же, вот эта позиция, вот эта объемная, да, она здесь тоже сохраняется. Здесь она тоже сохраняется. Как это связано еще с корпусом? Корпус у меня работает вперед-назад. Как мы говорим, вперед-назад. И вот как раз, когда я корпус веду, вот эту сутулую спинку, это помогает мне, помогает мне сделать вот это движение. Вот это движение. Понимаете, связь, корпус помогает мне сделать движение рукой. Это вариант номер три. И вариант последний, номер четыре, когда мы ручкой как будто себя очищаем, что-то смахиваем. Вообще, вот эти вот все ручки небрежные от себя, они пришли из оботала, или оботала, могу вот чуть-чуть здесь соврать, поэтому уж вы меня простите, я не прям суперзнаток там румба и афра. Короче, оботала это боги или бог, которые пришли в этот мир все время что-то очищать. То есть они очищают все время, чистят этот мир и себя. И поэтому вот эти движения, они как будто исчищают из себя что-то, не знаю, плохую энергию, не знаю, грязь какую-то, пыль. И так далее, да? То есть вы все время себя очищаете, очищаете. Вот она идея, откуда вообще это движение появилось. И в румбе у нас ручки всегда работают не выше, чем грудная клетка. То есть вот здесь, вот здесь. Поэтому не задирайте ручку высоко сюда. Это будет криво смотреться. Ручка у вас здесь. Итого у нас четыре варианта рук. Да? И дальше вы это все просто, просто, не совсем просто, но совмещаете. И получается следующая картинка. То есть с одной стороны я использую баунс, с другой стороны я использую базовые перемещения, с третьей стороны я использую ручки, использую корпус. Турюм-пум-пум. Турюм-пум-пум. И если вы все это будете использовать, видите, и корпус идет, и ручка идет, и баунс у меня присутствует. И смотрите, что я делаю еще в последний момент про связь, взаимосвязь. То есть я как бы корпусом достаю эту ручку, достаю и кладу. Та-да-дам. Видит, спинка туда, а ручка идет в противоход. Та-дам. Достал. 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 Ту-дум. Ту-дум. Противоход. Корпус назад, рука вперед. То есть все время противо такое движение получается. Тогда у вас ваша рука будет не просто, я такой, па-бам, па-бам, просто кидай ручку в разные стороны, да. Оно у меня будет связано, связано с корпусом, связано. И ощущение еще важное, такой пятый момент, пятый секретик, это ощущение. Он на расслабоне, какой-то такой, а-а-а, а-а, так немножечко небрежно делаю движение, тогда оно получается особенно стильно и особенно классно. Попробуйте все это покомбинировать, но работайте с каждой частью отдельно. То есть сначала просто только ноги по ногам походили поработать. Потом прям потренили баунс только, только баунс. Потом поработали с корпусом, потом добавили ручки. Дальше смиксовали разные части, поработали с руками и с корпусом, посоединяли. И потом вы собираете разные части тела. Тогда у вас получится по-настоящему классное движение. И потом мы эту руку сможем вставлять с вами уже сальсо. Надеюсь, этот урок вам был полезен. Спасибо огромное, что вы были со мной. Обязательно пишите ваши комментарии, ставьте лайки, поддерживайте наш канал, чтобы нас становилось больше, делитесь этими уроками со своими друзьями. Пусть больше будет таких обучающих видео и будет больше классных, счастливых, танцующих людей. Увидимся на следующих уроках. Пока-пока.